Дорогие друзья, уважаемые подписчики, я рада приветствовать вас на своем канале Элегантный Возраст. Напоминаю, что мне 50 лет. На этом канале я записываю все, что меня волнует, все, что мне интересно. И последнее время, ну собственно с чего я начала, мой волнительный вопрос, это питание, в частности кето-питание. Напоминаю, что с 25 октября этого года я нахожусь на кето-питании, снижаю вес и оздоравливаю свой организм. Свой канал я завела чуть больше двух недель назад, ну можно сказать, вот в пятницу было две недели моему каналу. И я сама даже не ожидала такого огромного отклика от вас. У меня уже полторы тысячи подписчиков и столько неравнодушных и заинтересованных людей. Просто море комментариев, я едва успеваю отвечать на все комментарии. Стараюсь не пропустить никого, но если уже вдруг пропустила, то это не по моей вине. Некоторые комментарии почему-то у меня не отражаются. То есть я вижу, что он всплыл, но потом в комментариях я его найти нигде не могу. Бывает, что прочитаю и ответить невозможно. Огромная вам благодарность, дорогие подписчики, что вы интересуетесь, спрашиваете, поддерживаете меня, даете ценные советы. В общем, помогаете развиваться моему каналу. Итак, подошла к концу пятая неделя моего кето-питания. Сегодня у нас будут замеры, будет взвешивание. Но перед этим я хотела сказать, что на канале очень много новичков, которые ничего не знают о кето. И видя результаты какие-то мои, может быть, на чьих-то еще каналах, задают вопросы. Вопросы однотипные. А вот это можно на кето, а вот это не можно. А какое должно быть КБЖУ? И вопрос, а сколько можно сбросить на кето? Ну, я на все такие вопросы ответить не могу, потому что я не знаю ни вашего параметра, ни то, чего вы едите. Это во-первых. Во-вторых, я не нутрициолог. Я не коуч по питанию и не кетолог. И вообще я даже не доктор. Я так же, как и вы, просто пришла, изучаю вопрос, испытываю все на себе, применяю, применяю под себя. Изучаю вопрос разных докторов, абсолютно разные мнения. Взвешиваю, фильтрую и смотрю, как оно подходит мне. Потому что каждый организм абсолютно индивидуален. И еще хочу сказать, что кето – это не про похудение. Кето – это про оздоровление, про такой образ жизни, исключение большей части углеводов из своего питания. И это об оздоровлении организма. Потому что именно на кето уходят не только лишние килограммы, но и большинство воспалительных заболеваний. И поэтому новичкам я бы хотела посоветовать сначала изучите вопрос. Сначала вообще изучите и поймите, что такое кето-питание и какие процессы оно вызывает в организме. Какой ответ организма может быть на кето-питание. А потом уже начинайте экспериментировать на себе. А то есть такие комментарии, что пишут, я вот уже на кето, скажите, а там это можно, а вот это можно. А почему нельзя? Фрукты. Да, фруктов много, фруктозы. А фруктоза поступает, еще усваивается, еще быстрее организмом. Поэтому нет, фрукты нельзя. Но опять же, здесь тоже все индивидуально. Все есть яд и все лекарства. Дело только в дозировке. От дольки яблока из кетозы никто не выйдет. Но другое дело, съев дольку яблока, вот я, например, по себе знаю, я не удержусь и доем это яблоко до конца. Я не ем ягоду, потому что съев две ягодки, там три, я съем и остальной килограмм. А это выбьет, конечно, меня из кетоза сразу. Поэтому я для себя решила, нет, я пока не употребляю. Будет лето? Еще один распространенный вопрос на моем канале, получивший наибольшее количество споров. Нахожусь я в кетозе, не в кетозе. У меня тоже на этот вопрос несколько ответов. Во-первых, зачем вам судить, в кетозе я не в кетозе. Вы смотрите, как я питаюсь, но я никого не заставляю питаться вот так. Вы можете питаться так, как вам угодно. Вы можете есть пельмени, гамбургеры и все, что угодно. То есть, если вам что-то интересно у меня, пожалуйста, берите, все в свободном доступе. Но принуждать я никого, ни к чему не принуждаю. Это во-первых. Ну, а во-вторых, как понять, находитесь вы в кетозе или нет. Это действительно волнует некоторых. И одна из подписчиц моего канала сказала, что нет, вы не в кетозе. Доктор Берг сказал, что в кетоз можно войти только спустя три месяца. Ну, возможно, доктор Берг и говорил такое про низкоуглеводное питание, когда постепенно снижаются углеводы. Но если вы перестаете кормить организм углеводами, из чего-то же ему нужно получать энергию. Организм получает энергию из углеводов. Но если вы в течение нескольких дней не поставляете ему углеводы организму нашему, ну, как он будет получать энергию? Так вы в обрак тогда упадете или вообще будете лежать пластом? Нет. Организм штука такая, что перестраивает свой метаболизм абсолютно на другое питание. Он начинает расщеплять ваши собственные жиры и жиры, которые поступают у вас с пищей. Он начинает расщеплять, получая из этих жиров кетоны. Именно эти кетоны и будут питать ваш организм энергией. Именно отсюда организм получает энергию. Ну, вот несколько признаков кетоза. Как понять, в кетозе вы или нет? Во-первых, если у вас наступило частое мочеиспускание. Часто и по многу. Да, это первый признак, что ваш организм, ваша печень начинает вырабатывать кетоновые тела. Второе, это ощущение кетогриппа. Он бывает не у всех. Бывает в более легкой форме, бывает в тяжелой. Сюда относятся и тошнота, и слабость, и легкий озноб, возможно, даже повышение температуры. В-третьих, это отсутствие аппетита. Да, аппетит постепенно снижается. С момента, как кетоз набирает обороты, а он бывает разных стадий. Вначале он легкая степень кетоза, дальше все сильнее и сильнее кетоз увеличивается. Да, это потеря аппетита. Но голод, ребята, все равно будет присутствовать. Вы мне не говорите, что на кето полностью отпадает голод. Ну так и не ешьте тогда, зачем вы едите? Вы что, заставляете себя или как? Нет, голод будет. Ну возьмите хищников. Волки, например, да? Волки, львы, которые в природе живут. Но у них вот чистое кето питание. Они питаются энергией от кетоновых тел. Но они же все равно испытывают голод. Но рано или поздно, да, они там съели свою добычу, и они какой-то период сытые и не думают о еде. Но потом-то все равно организму-то и надо получать энергию, как вы думаете. Либо он тогда, он что, сам себе враг? Он замрет тогда. Поэтому голод на кето все равно бывает. Но не такой сильный, как при углеводном питании. Меня сейчас не тянет ни на вкусняшки, ни на кето-десерты. Вот я поела в 12, в час мой завтрак сдвинулся. Бывает в 2 часа, то есть я вообще не хочу есть. Я поела. Аппетит есть во время еды. Да, ем я сытно. И до вечера, до 8-9 я есть вообще не хочу. Я не думаю ни о еде, ни о перекусах, ни о борешках, ни о бутербродах. Я только пью. Пью минералку, пью воду, пью чай. То есть пить мне хочется, пью, бегаю в туалет, пью, бегаю в туалет. Еще один признак кетоза – это снижение веса. Да, когда ты находишься в кетозе, когда твой организм получает энергию не из углеводов, а из кетоновых тел, которые получаются с помощью расщепления собственных жиров, уходит вес. Не только водичка сливается. Вы знаете, что жиры в организме, ну, я скажу очень упрощенно, это вот то, что мы знали из курса биологии по школьной программе. Жиры в организме расщепляются на аминокислоты и воду. Часть наших жиров выходит с дыханием расщепленных жиров, часть с мочеиспусканием. Поэтому вы не говорите, что только вода одна сливается. Это идет расщепление жиров. Ну, собственно, вы увидите по моему весу, вы можете просмотреть динамику за все вот 5 недель, с чего я стартовала, 68,7 кг. И вот посмотрим, какой вес у меня сегодня. Но даже вот на прошлой неделе я взвешивалась, было минус 3,9 кг. Почти 4 кг за 4 недели. Я считаю, что это нормальный результат. Еще один признак кетоза – это ясность мыслей и огромное количество энергии. Я просто электровеник, я просто делаю, делаю, делаю. Все, у меня куча замечательных идей. Я более внимательна, я менее рассеянна, у меня не валится все из рук. Если раньше я, например, позавтракаю, завтрак у меня поздний был, раньше даже при углеводистом питании. И все, я хочу спать. Я хоть убей, хочу спать. Иногда я даже ложилась, лягу, вздремну, там полчаса, час. Встаю, уже другой человек. Сейчас, чтобы я вообще подумала о дневном сне. Нет такого, нет. Так, ну и еще один признак кетоза – это специфический запах от тела. Он бывает не у всех, но если вот он есть, он пройдет у вас в скором времени. Пока у вас вот эти вот жиры расщепляются, кетоновые тела, специфический запах, напоминающий запах ацетона, можно такой наблюдать. Особенно он наблюдается, когда люди находятся на полном голоде, он сильнее, ну там и большая степень кетоза. И на кетопитании может быть в меньшей степени. Но здесь тоже все абсолютно индивидуально. Каждый организм абсолютно разный. И как настроен ваш организм, можете знать только вы. Не какой-нибудь там самый умный доктор, не какой-то там кето-коуч, не кто-то там с ютуба в комментариях, а только вы сами. Поэтому смотрите. Итак, подытожим. Признаки кетоза – это не только отсутствие голода и волчьего аппетита. Это и частое мочуиспускание, это снижение веса, это признаки кетогриппа, огромное количество энергии. Вот эти все признаки уже говорят о том, что вы находитесь в кетозе. Ну а в какой степени кетоза? Вы можете купить тест полоски и посмотреть. Она тоже бывает разных там степеней кетоза. Чем выше, тем интенсивнее происходит снижение веса. Ну вот мне лично это не надо. Вес у меня снижается. Плюсы все налицо. Я себя чувствую очень хорошо. Ну и, конечно, я свято верю, что кето помогает избавиться от множества воспалительных заболеваний. Еще один момент, о котором я с вами хотела поговорить. О жареном. Очень много вопросов о жареном, потому что я несколько раз обмолвилась. Люди вырывают эти слова из контекста и говорят, а что, разве на кето нельзя жареное? Ведь на кето жареное можно? Да не вопрос. Жареное можно. Можно всем, кто хотите, можете есть только жареное. Но другой вопрос. Здесь вот касается и кето, и не кето. Это даже не о кето питании, жареное или не жареное. При обжарке образуется канцерогенная корочка на продукте. Даже в корочке хлеба, которое сверху, которую мы так любили, вот эту горбушку погрызть, в ней тоже есть канцерогенные вещества. Я не помню, как они называются. Там у каждого продукта свое вещество. У крахмалистых жареной картошки одно канцерогенное вещество. Так вот они, эти вещества, могут вызывать раковые заболевания. Поэтому на кето вы или не на кето, просто доктора и все нутрициологи советуют минимизировать жареное в своих тарелочках. Заменить можно либо отварной пищей, либо запеченной в духовке. Тут решать вам. Но жареное можно, никто вам не говорит, что прям вот нельзя. Но я лично для себя, да, я хочу минимизировать. Другое дело, получается у меня это или нет. Ну и второй момент, еще раз напоминаю, что у меня язва желудка и гастрит с эрозивностью желудка пищевода. Поэтому мне доктор лично сказал, жареное ограничивать. Поэтому я вот стараюсь, стараюсь. Еще один момент. Если вы жарите продукты, то делайте обжарку на маслах специальных, предназначенных для жарки. Потому что температура дымления у рафинированных масел гораздо выше. И канцерогенов, и прочих вредных веществ, модификаций всяких вот этого масла. Вы получите гораздо меньше, если будете обжаривать на масле МСТ, на масле рафинированном. Ну, в общем, смотрите, какая у масла температура дымления. И еще о маслах. Не советуют есть семечные масла. Но это опять касается, мне пишут про майонез. Так на кето же нельзя растительные масла. Так это не кето касается. Нельзя. Это о том, что вы посмотрите вообще, как производятся эти масла. Да, ничего полезного из этих рафинированных масел мы особо не получим. Но если я сделала майонез на таком масле, потому что это именно мне вкусно. Я пробовала делать на оливковом. Это редкостная гадость. Я пробовала делать на оливковом рафинированном. Ну, немножко получше, но я не могу есть такой майонез. Я привыкла к тому майонезу, к которому мы привыкли. И вот этот майонез, который я вот сделала сейчас на канале, я сделала из подсолнечного рафинированного масла. Почему еще, говорят, нельзя семечные, именно семечные масла, а стараться употреблять масла от плодов. Такие как оливковое масло, масло авокадо, масло кокосового ореха. Почему доктора советуют отдавать предпочтение маслам из плодов. В семечных маслах в подсолнечном, в рапсовом, в кукурузном. В них содержится очень много омеги-6. А вот эта омега-6, она способствует развитию разных воспалительных заболеваний. И она тоже в какой-то степени способствует развитию онкологических заболеваний, разных опухолей. Это, кстати, послушайте у доктора Берга, он говорит много об этом. И для того, чтобы это масло, вот это омега-6, не так вредило организму, его нужно сочетать с омегой-3, но в каких пропорциях? Там просто между учеными споры идут, и не нам судить. Поэтому ограничить употребление подсолнечного масла, да, ограничить. Но это не значит, что вы совсем не можете употреблять его. Ну вы от одного раза, от одной ложки майонеза, вы не отравитесь, это точно. Мой дедушка, например, ему 96 лет, но он покупает то, что продается в магазине. Он нормально себя чувствует, он водит машину. Поэтому нельзя так категорично судить. Опять, смотрите, как вам. Если у вас нет ничего такого, пожалуйста, пробуйте, употребляйте, постепенно внедряйте. Кстати, вот эти вредные вещества, которые содержатся в подсолнечном масле, они же содержатся и в арахисовой пасте, в арахисе, в миндальной муке. Ну а так, я еще с прошлого кета знала, изучала про растительные масла и минимизировала подсолнечное масло в своем питании. Но все-таки оно присутствует. Гораздо в меньшей степени, но все-таки присутствует. Про помидоры. Многие пишут, помидоры и кета, да вы что. Здесь опять тоже, это не помидоры и кета. В помидорах не очень много углеводов, плюс там содержится клетчатка. Но, собственно, помидоры и морковь, их можно употреблять на кето, но только в ограниченном количестве. Потому что это посленовые, а в посленовых находятся какие-то ядовитые вещества, я тоже не буду сейчас углубляться в химию, которыми якобы можно отравиться. Но, чтобы отравиться помидорами, их нужно съесть три ведра. Вы же не будете есть три ведра. А так в помидорах содержится и железо, много калия, магний. И вот вы откройте интернет, почитайте, там витамин К, куча-куча разных микроэлементов и витаминов. Их можно на кето, но только в ограниченном количестве. И, друзья, давайте все разумно взвешивать. Все есть яд и все лекарства. Дело только в дозировке. Поэтому спорить тут можно хоть до потери пульса, и мы ни к чему не придем. Вы смотрите, берете вы себе это или не берете. Видите, что я ем помидоры, вы для себя говорите, нет, я не ем помидоры. И не ешьте. Я не принуждаю готовить вас по тому рецепту, к которому готовлю я. Адаптируйте. Ну вот я, кажется, слишком увлеклась рассказами. Давайте перейдем к взвешиванию. И вот мой утренний вес 63,8 килограммов. За неделю минус ровно 1 килограмм. И минус 4,9 килограммов. Это за все время моего питания на кето. Это получается за 5 недель минус почти 5 килограммов. Так, ну я в тех же лосинах. Маечка другая, но она тоненькая. Бузгальтер тот же. Приступаем к замерам. Итак, грудь на прошлой неделе была 94 сантиметра. На этой неделе. Так, все правильно? Завершаем. Нет, нормально. Так, ну, 93 сантиметра. Так, видно? Да. 93 сантиметра минус сантиметр. Талия. На прошлой неделе была 79 сантиметров. Замеряю сейчас. Так. 78 сантиметров. Талия вообще хорошо уходит. Изначальные вообще параметры по талии были 90 сантиметров. Это, можно сказать, вот за месяц на кето, месяц и неделя сейчас, ушло 12 сантиметров. Талия вообще хорошо откликается. Ну, у меня как бы всегда раньше была тонкая талия. Так, мы бедра берем на так. Ой, что-то я не могу совладать с этим сантиметром. Он у меня выскальзывает из рук. Все. Проверяем. 104 сантиметра. А было 105. Ну вот, 104 сантиметра. Минус сантиметр еще ушел. А в общей сложности Так, бедра были 109 сантиметров. В общей сложности по бедрам ушло 5 сантиметров. Ну, тоже, я считаю, неплохо. Ну вот, друзья, таковыми оказались мои результаты. Вес почти 5 килограммов без 100 грамм. Ну, я думаю, что вот и в ближайшее время они у меня уйдут. Особенно меня порадовали ушедшие объемы в талии. На мне легко застегиваются все штаны. Теперь налазят старые платья. Что меня, конечно, радует. Чувствую я себя очень хорошо. И за эту неделю минусов я не обнаружила абсолютно никаких. Ну, за исключением сухость во рту, кстати. Вот мне все время хочется пить. И я пью, пью, пью. Сухость во рту, да. Я ощущаю. Но, опять же, я это связываю все-таки с нехваткой калия-магния. Судорог пока нет. Тоже Олечка с канала посоветовала мне купить магний на Валберес. Магний и калий я заказала сразу. Там скоро придет, и я сразу начну пить. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам только стройного, красивого тела. Только самого крепкого здоровья, только позитивных и светлых мыслей и радостного настроения. Все, кто на кето, оставайтесь со мной. Будем питаться дальше. Будут еще новые рецепты. Всего вам самого наилучшего. С вами была ваша Ирина. Продолжение следует...